Лук – метательное оружие, предназначенное для стрельбы стрелами. Для выстрела лучник натягивает тетиву, запасая тем самым энергию в согнутой дуге лука, после чего отпускает тетиву и дуга, быстро разгибаясь. Преобразует запасенную потенциальную энергию в кинетическую энергию быстро летящей стрелы. Дальность полета стрелы зависит от конструкции лука. Силы натяжения тетивы и погоды в среднем составляет до 250 метров для небоевой стрелы. Со временем лук эволюционировал в арбалет, для стрельбы из которого уже не требовалось особого умения и силы. В позднем средневековья он был постепенно вытеснен огнестрельным оружием, хотя длительное время лук и арбалет использовались наряду с ним. Луки разделяются на простые составные, но все они представляют собой дугу с тетивой для метания стрел. Простые изготавливали из цельного куска древесины наиболее подходящих видов деревьев длиной до полутора метра. Составные луки были короче, изготавливаются из разных материалов рога, древесины и приклеенных сухожилий животных. Благодаря этому при сокращении длины самого лука достигается необходимая гибкость, упругость и мощь. Существует разделение луков на длинные и плоские. Длинные луки, округлые в сечении, с более узкими плечами. Плоские луки, плоские в сечении, с более широкими плечами. Тетиву изготовляли из жил животных, кишок, сыромятной кожи или растительных волокон. История. Возможно, что древнейшие каменные наконечники стрел возрастом около 64 тысяч лет были найдены в пещере Сибуду. Их анализ, проведенный командой исследователей из Университета Ехонисбурга, установил наличие следов клея на растительной основе для закрепления наконечника на деревянном древке. Лук и стрелы также известны из сведерской культуры. К 19 веку единственными регионами, где люди еще не были бы знакомы с таким оружием, остались Австралия и Океания. Невозможно утверждать что-то конкретное о происхождении лука. Вероятно, его употреблению для метания стрел предшествовало какое-то хозяйственное применение изогнутой палки. Известны находки, датируемые примерно 15 тысяч лет, по форме подобные деревянным лукам, но по качеству дерева заведомо негодные для стрельбы. Возможно, они были частью прибора для добычи огня. Когда люди ближе ознакомились со свойствами дерева, они смогли придать палке необходимую упругость и объединили это изобретение с существовавшими уже тогда легкими дротиками. Что касается отравленных стрел, то очень немногие народы располагали подходящими для этой цели ядами. Знаменитый яд курари был известен только некоторым племенам Южной Америки. Кроме жителей Амазонии, сколько-то опасными ядами могли иногда располагать жители экваториальных лесов Африки и Юго-Восточной Азии. Чаще же всего отравленная стрела дикаря означала простое инфицирование раны, чего в тропиках избежать трудно. Древнейший период стрелы с каменным наконечником весели до 50 грамм, стрелы с костяным наконечником весели не более 25 грамм. Главным достоинством лука с точки зрения охотника были его легкость и возможность скрытного применения. Выстрел можно было сделать с места, причем из различных положений. Пространство требовалось совсем немного, стрелка мог выдать только скрип тетивы. Прощой же и бумерангом можно было действовать только на открытом пространстве и стоя. Пробивная сила стрелы на больших расстояниях неудовлетворительна, но на достаточно близких дистанциях стрела могла пробить животное на вылет. Выпустив стрелу с нескольких метров в определенную точку и под нужным углом, ею можно было поразить любое животное. Лук стал универсальным оружием охотника. Античности и средневековья В период античности и средневековья луки оставались основным видом метательного оружия и претерпели целый ряд существенных улучшений. В частности, вместо легких стрел с каменным и костяным наконечником стали применяться тяжелые стрелы с металлическим наконечником, а конструкция самого лука усложнилась, чем была достигнута большая мощность оружия – простой прямой лук. Во время Столетней войны английский длинный лук сыграл решающую роль в разгроме французов. Следующим этапом в развитии данного вида оружия был многослойный лук, известный многим народам Азии и Европы. Наилучшее качество и наибольшее распространение, однако, имели составные луки, сделанные из сухожилий, дерева и рога и впервые появившиеся, видимо, В Египте около второго тысячелетия до н. И позже, в Турции и Китае конструкция лука была усовершенствована путем введения металлических утяжелителей дуг. Составной лук переводила энергию натяжения в кинетическую энергию стрелы с наибольшей эффективностью, даже без утяжелителей сообщая снаряду, при равном с деревянным луком натяжений на 30% большую энергию, имея значительно большую прочность при равной длине с тисовым. Составной лук, кроме того, был очень живуч. Срок его службы исчислялся десятилетиями, а перевозиться он мог в боеготовом состоянии, что представлялось воином в высшей степени ценным качеством. Хотя, конечно, при длительном хранении тетива снималась в Индии и Персии. В Индии производились луки еще одного типа – металлические, целиком сделанные из Дамаска или Булата. Вероятно, они не употреблялись как военное оружие, а предназначались для спортивной стрельбы, поскольку требовали от стрелка большой физической силы и стоили дорого, но не имели особых преимуществ в сравнении с составными. Именно составными луками пользовались большинство народов Азии и античной Европы, но в Европе в период Средневековья такие луки сохранились только у византийцев, черкесов и русских. Изготовление даже простой деревянный лук на самом деле представлял собой отнюдь непростую палку. Вырезался лук из тиса, ясеня или акации таким образом, что все-таки состоялось двух слоев древесины с разными свойствами. Деревца готовили к этой участи буквально с рождения, а уже после того, как оно было срублено, заготовка для лука вылеживалась в особых условиях несколько месяцев. Служил же тисовый лук недолго, в напряженном состоянии дерево быстро теряло упругость и деформировалось. Так что тетиву на деревянный лук натягивали только перед боем. Составным лук назывался, если склеивался из нескольких пород дерева или если деревянная основа усиливалась роговыми пластинами. Главным преимуществом такого устройства была простота изготовления. Если знать, что и с чем склеивать, то уже не надо было искать или выращивать какое-то особенное дерево. Усиленный лук выдерживал большее натяжение, служил дольше, мог быть любой длины. Также практиковалось изготовление лука из нескольких отдельных заготовок разной длины, наподобие современной пластинчатой рессоры. Сила и упругость достигалась сжатием этих отдельных частей. Для сжатия использовалась особенность усыхать сыромятных кож или распаренного дерева. Боевые качества. Прицельная точность стрельбы. Точность и дальность попадания из лука зависит от тренированности. Стрелка сильнее, чем для большинства видов оружия. Хороший охотник, выпуская стрелу вверх и сбивая ее следующий, сбивал 8 стрел из 10. На современных соревнованиях по стрельбе хороший лучник с 90 метрами попадал в ростовую мишень. Вообще же прицельная стрельба ведется до 4.0 до. Проблема была в том, что обучение стрельбе из лука нужно было вести со 4 до 5 лет и на протяжении всей жизни, что в нормальных условиях возможно только если лук является частью традиционного образа жизни. Дальнобойность. Дальность стрельбы из лука часто сильно преувеличивается. Достоверный рекорд дальности полета стрелы из спортивного лука, подтвержденный незаинтересованными свидетелями, составлял около 450 метров. Этот рекорд был установлен секретарем турецкого посольства в Англии в середине 18 века. Национальный рекорд англичан в то время был вдвое меньшим. Одним из официально задокументированных рекордов в дальности стрельбы из лука было отмечено в веке до н. Э. На играх в понтийском городе Херсонесе, олимпийский лучник Анаксагор победил по дальности стрельбы из лука, выпустив стрелу более чем в трех стадии. В официальных хрониках монголов зафиксирован факт добычи зверя Ханом Кюльканом на расстоянии около 400 метров, что характеризовало его как отменного лучника. Важен факт добычи зверя, но не дальность. Дальность 400 метров – вполне достойный результат, но не рекордный. Другое дело, что при стрельбе на такие дистанции обычно стреляли специальными легкими стрелами, не рассчитанными на поражение человека или животного. Кроме того, прицельный выстрел на таком расстоянии невозможен. Из современных охотничьих луков прицельно поражают зверя с расстояния порядка 50 метров. Прицельная стрельба на 200 метров возможна только на стрельбище. С предварительной пристрелкой история с Кюльканом похожа на охотничьи байку. Также в «Сокровенном сказании» есть рассказ о войне, который мог сбить коршу напарящего высоко в небе, попав ему точно в определенное место. По просьбе Чингисхана попал в глаз. Стрела турецкого султана Мурата Гази Айви, увлекавшегося стрельбой из лука, улетела однажды на 878,5 метра. Рекордный тюркский составной лук выбрасывал стрелу на 250 собственных длин. Обычный же составной лук стрелял примерно на 150 собственных длин. Деревянный – на 100, составной – где-то на 120. Скорострельность. Скорость стрельбы являлась одним из главных преимуществ стрельбы из лука. По отношению к метательному стрелковому оружию вплоть до изобретения капсюльного огнестрельного оружия. Хороший темп стрельбы – 5 стрел, одновременно находящихся в воздухе. Выдающийся результат – 8 стрел в воздухе, что означало скорострельность в несколько стрел в секунду. Современные реконструкторы и любители истории, пытающиеся воспроизвести древние, по их мнению, техники интуитивной стрельбы, добиваются впечатляющих результатов. На записанных ими видео, например, лучница из Мурманска без особого видимого напряжения выпускает одну стрелу в секунду. А датский мастер поражает цель на расстоянии 70 метров тремя стрелами из пяти, выпущенными за 1,5 секунды. Хотя очевидно, что используемые ими луки и стрелы сделаны из современных материалов. Есть основания полагать, что в древности в реальном бою лучники представляли гораздо большую угрозу, чем принято считать сегодня убойная сила. В 1428 году в Англии устроили состязание стрелков. Стрелы рекордсменов, пущенные с расстояния около 213 метров, пробивали дубовую доску толщиной 5 сантиметров. При силе натяжения около 70 килограмм славянский композитный лук пробивал любые доспехи с расстояния 150 метров. Дальность и точность стрельбы из лука была лучшей, чем у других видов старинного оружия. Почти никаких доспехов в реальной боевой обстановке стрела не пробивала, по крайней мере в античное время. Илиаде описан случай пробития доспеха. Однако полностью защитить тело со всех сторон доспехом достаточной прочности затруднительно. Так что массовый обстрел приводил к многочисленным ранениям и потере боеспособности вражеских войск. При штурме города Малов Александр Македонский получил тяжелое ранение стрелой в грудь. Индийская стрела, выпущенная в упор из большого в рост человека индийского лука, пробила льняной доспех полководца. Средневековых английских королей в XI веке Гаральда II и Харальда Сурового убили в сражениях стрелами первого в глаз, а второго – в горло. Тем не менее слова об английских лучниках XIV века, расстреливающих французских рыцарей в Столетней войне, вполне заслуженной и подтверждена средневековыми авторами. Короли могли позволить себе кольчуги из хорошего железа. Доспехи их вассалов были не такие прочные. Так Геральд Уэльский, хронист конца XII века, пишет про валийских лучников. Мощные луки были также у турок-сельджуков, с которыми столкнулись рыцари во время крестовых походов. Альберт Ахинский, автор начала XII века, пишет про гибель одного из рыцарей в крестовом походе в 1096 году в бою с турками-блесняки. Там в Альтерпенеле спал пронзенный семью стрелами, которые проткнули его кольчугу. На Дальнем Востоке кочевые народы возле Китая также изготавливали мощные луки. Фан Сюань Лин рассказывает о неком Али, подручном правителе Хунов Хэлянь Бабо. Значительное количество исторических свидетельств говорит о том, что доспехи спасали от стрел и рыцарев кольчуги получали лишь незначительные раны, а латы вовсе не пробивались стрелами. Были проведены испытания. Стальные пластины расстреливались из больших английских луков с расстояния 10 метров. Пластины толщиной 1 мм пробивались под прямыми углами, но 2 мм сталь пробить не удалось. Кроме того, пробивная сила стрелы зависела и от применяемого наконечника. Так, для стрельбы по кольчугам применяли наконечники в виде длинных игл, а для пробития сплошных доспехов в XIV веке стали применять короткий граненный ромбовидный наконечник. В то же время во время схваток с монголами в XIII веке западные войны были поражены тем фактом, что монгольская стрела пробивала латника насквозь, если он при этом не прикрывался щитом. И при принятой у западных воинов тактике боя сближение до рукопашной схватки, а монгольская легкая кавалерия не позволяла этого сделать, шансов у латников практически не было. Луки разных народов. Реальные боевые свойства луков были следующими. Простой лук длиной от 100 до 150 см мог использоваться для прицельной стрельбы 25-граммовыми стрелами на 30 метрах и 50-граммовыми на 40 метрах. Навесная стрельба теоретически могла вестись до 100 до 150 метров. Пробить стрела из такого лука могла только кольчугу на самом близком расстоянии. Таковы были луки индейцев и большинства народов средневековой Европы. Однако есть свидетельства конкистадоров о том, что стрелы индейцев с каменными наконечниками пробивали испанские кольчуги. Английский лук длиной от 180 до 220 см применялся для прицельной стрельбы легкими стрелами на 300 метрах и тяжелыми до 180 метров. При стрельбе тяжелыми стрелами применялись луки выдающейся силы натяжения, что являлось скорее исключением. Существует мнение, что дальность стрельбы из подобных луков завышена хронистыми в связи с лестью либо непониманием, поскольку обычно они не были ни лучниками, ни технически образованными людьми. Описывая события со слов очевидцев, сложный лук чукчи изготовлялся из двух сортов древесины, обычно лиственницы березы, склеенных рыбьим клеем. Клей также делал древесину более упругой. Аналогичные по эффективности, только более короткие усиленные луки имелись, например, у новгородской пехоты и у норманов. Составные луки азиатских пеших лучников обычно были короче не более 150 см. Если применялись тяжелые стрелы, то опасны они были до 225 см, но чаще пешие лучники стреляли навесом до 150 см, а прицельно-легкими стрелами – на от 50 до 70 см. Скифский составной лук имел от 70 до 80 см длину стрелы, к нему весили от 15 до 25 г. Дальность эффективной стрельбы была ограничена дистанцией от 30 до 40 метров. Максимальная дальность полета стрелы составляла от 100 до 120 метров. Древние поражались так называемому «скифскому выстрелу», когда конное войско скифов мчалось на врага, на полном скаку осыпая его стрелами. Затем, приблизившись, скифы поворачивали назад, при этом продолжая обстрел, сидя в спину и к противнику и оборачиваясь в седле. Обычный кавалерийский лук имел длину от 120 до 130 см. Прицельная стрельба с коротких остановок и с карусели велась на 50 метрах легкими стрелами. С такой дистанции пробивалась кольчуга. Так стреляла русская кавалерия, турки, татары и гунны. Монголы использовали китайские пехотные луки и тяжелые стрелы и стреляли по ходу движения на полном скаку. При этом, за счет сложения скоростей, медленная тяжелая стрела получала до 40% прибавки к дальности, а ее энергия удваивалась. Монгольские стрелы могли быть опасны на расстоянии в 200 метрах и дальше. Однако это было скорее исключение, связанное с необходимостью борьбы с китайскими пешими лучниками и арбалетчиками. Лук у казаков. Казацкие времена лук в значительной мере уступил место ручному огнестрельному оружию. Но среди запорожцев сохранялся практически до конца существования сечи. Лук использовали как орудие для охоты, так и как оружие. Такую специфику сечевиков можем объяснить тем, что они преимущественно постигли в пограничной борьбе с ватагами кочевой татарской людности, которая была слабо вооруженной и активно пользовалась луками. Наряду с этим среди запорожцев в условиях постоянного вооруженного противостояния активно развивались средства разведывательно-диверсионной деятельности, которые иногда нуждались в тихом метательном оружии. Что касается стрельбы из лука, ловкий стрелок мог выпустить за минуту до 20 стрел на расстояние до 300 шагов.